Первым в очереди оказался поселок Клюевка. Вячеслав Наговицын приехал посмотреть вот на этот новенький двухэтажный 12-квартирный дом. Как отчиталась администрация района, здание полностью готово к заселению. Стоимость строительства 11 миллионов 974 тысячи. Объект, как вы видите, уже готов. Жители смотрели. Переселяется 12 семей сюда здесь, 24 человека. Я считаю, что это событие для поселка Клюевка и вообще для жителей. Потому что такой дом прекрасный, но его такого еще в Клюевке даже в советское время не было. Удивляют и сроки сдачи в эксплуатацию. Дом построен буквально за два с половиной месяца. Следующие объекты, которые посетил Вячеслав Наговицын, находятся в поселке Бабушкин. Строительство двух домов на 72 квартиры подходит к своему завершению. Стоит отметить, что цена за квадратный метр жилья в таких домах всего 29 тысяч рублей. Делаем по проекту. Проект 51 у нас. Два с половиной кирпича, стена, сейсмопояса, сердечники. Потому что у нас сейсмика 9 баллов здесь. Значит, различное усиление. Сроки сдачи этих объектов также удивляют. Один из домов должны сдать в эксплуатацию уже к первому августа, а второй месяцем позже. Однако, несмотря на стахановские темпы строительства в этом году, Кабанский район доставил немало хлопот. Мы налетели на штрафные санкции из-за Кабанского района, потому что дома 2012 года мы сдали только в 2014 году. Это было связано с тем, что как раз мы выступили с заказчиками. Подрядчик недобросовестный был, крутился много. Еще сам район накосячил, там авансы выплатил. В результате не смог получить даже, отработать эти авансы. В общем и целом, глава Бурятии доволен ходом реализации программы переселения. Как заверил Вячеслав Наговицын, сейчас все проблемы улажены, график работ восстановлен и переселение идет даже с небольшим опережением. За последние два месяца в Кабанском районе в новое жилье заехала 31 семья. Еще 142 семьи свои квартиры получат до конца августа. А насколько добротными получились дома, будут судить сами переселенцы. Ведь в договоре прописана и пятилетняя гарантия на скрытые дефекты в строительстве. Руслан Батуев, Виктор Еланцев, Новости дня.